Я выключу. Мир вам, уважаемые! Мы продолжаем следующий урок. Мы изучаем Нагорную проповедь и пришли к 6 главе Евангелия от Матфея. И здесь есть изменение формул. Ешуа уже не говорит «слышали, что вам сказано, а я говорю вам». Но приходят нас прямо практичные вещи, которые стоят на принципах Туры и Пророков. И ясное дело, пред руководством Святого Духа. 6.1. Смотрите, не выставляйте на показ свою набожность, чтобы привлечь внимание людей. Если вы не получите награду, иначе вы не получите награды от своего Небесного Отца. Принцип, который здесь говорит, последний раз мы говорили, прошлый раз, когда человек что-то делает, чтобы получить плату, он может получить плату за свои дела только один раз. Если он ищет получить плату от людей, он получит плату от людей. если он ищет получить плату от Бога, он получит плату от Бога. толкователи, как Иешуа говорит в Матфея 23, фарисеи искали получить награду только от людей. Иешуа говорит о фарисеях. Я читаю Евангелие от Матфея 23, с первого стиха. Тогда Иешуа начал говорить народу и ученикам своим, и сказал, на Моясеве им седалище сели книжники и фарисеи. И так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобности, и возлагают на плечи люди, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют свои хранилища и увеличивают воскрылие одежды. Также любят предвозлежания на пиршестах и председаниях в синагогах и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их учитель-учитель. А вы не называйтесь учителями, и один у вас учитель-мессия, все свои братья. Здесь Иешуа говорит ученикам, что фарисеи делают то для того, чтобы получить уважение от людей, чтобы их называли раби в синагогах. Какой хороший человек, правильный, он соблюдает заповеди, и туру, и все очень замечательно, и получает уважение от людей. Приходит Иешуа и говорит, нет. Если люди делают вещи для того, чтобы получать уважение от людей, они получат уважение от людей, но не получат уважение от Бога. Этот принцип, как я сказал в самом начале, получают оплату за хорошее дело только один раз. Если ты хочешь, чтобы люди тебя прославляли, прославят. Тебя будут звать раввин, пастор, пастор. Но на небесах твой счет будет равен нулю, потому что ты уже получил награду за хорошие вещи, которые ты сделал, за заповеди, которые ты соблюдаешь, получил награду на земле от людей. Иешуа говорит фарисея очень строго в Матфея 23, и говорит ученикам, «Они сидят на седалище, кресле Моисея, у них есть авторитет толковать Туру. И то, что толкует Туру, это верно. Так сделайте, что они говорят вам, но не делайте то, что они делают». Даже несмотря на то, что то, что они говорят, то, что они делают, это хорошо, но у них намерение, которое лишает вот этот поступок награды небес. На Горной проповеди в тексте, который мы прочитали, Иешуа во втором стихе говорит, «Так вот, когда подаешь милостыню, не трубе об этом во все трубы, так делают в синагогах и на улицах святоши». Вы даете пожертвование милостыню, это здорово, это заповедь, и нужно это делать. Но когда вы это делаете, делайте это, мы увидим в продолжении в тишине. «Положите деньги в коробочку, в сокровищницу, не так, чтобы пришли с трубами, я пришел дать пожертвование». Сделайте это скромно, чтобы правая рука не знала, что делает левый. Сделайте это для того, чтобы для нуждающихся, которые нуждаются в деньгах, но не для того, чтобы вы могли чувствовать себя начальником, и вы были приниматели уважения. Вот, посмотрите, какой богатый, щедрый человек, великий человек, тот, кто путешествует по Израилю, по университетам, по больницам, видит целые стены с именами. Вот этот еврей из Балтимора дал вот столько-то, так-то, так-то. И вот этот из Бостона дал, и евреи из Германии, даже христиане дали вот это и вот это. И имена на стенке все время. Кто пожертвовал на этой больнице, кто пожертвовал для университета, кто пожертвовал построить лабораторию, кто построил лабораторию для врача, кто купил рентгеновский прибор, все написано на стенке. Очевидно, не писали бы на стенках, но этот богатый человек пришел с человеком, который соврал вот этот господин пришел дать вот это и вот это для того, чтобы получить уважение от людей. И еще называют таких людей лицемеры, святоши, апокритис на греческом, которые идут в синагогу, чтобы их видели, что они важные люди, дающие, и на улицах крутятся, и люди говорят, вот человек, идет господин такой-то, Баффет, или господин Шмиль пришел дать, о, это великий человек, хороший человек, олигарх, он дает большие, щедрые подарки, его надо поуважить. Ишуа говорит, нет, это не нормальная вещь, вот это, так делать, такие поступки, потому что, если вы это сделаете таким способом, то вы сделаете это для цели неверной. Вы лицемеры, апокритис, и вы получите уважение от людей, но не получите уважение от нашего Небесного Отца, от Бога. Теперь Ишуа не изобрел эту вещь, которая находится среди фарисеев, лицемеры. Ишуа не Ишуа изобрел. Первый, кто это открыл, это был король Янай. До того, как Ишуа родился, был последним королем из Хашманаим, Маковеев. семья Маккабеев, Хашманаим, победили греков. Это была первая половина первого столетия. Он царствовал на земле, и он сказал своей жене. И его жена боялась фарисеев, они вырастают, и их количество растет. И Янай говорит, есть семь видов фарисеев, и не все то же самое. Есть фарисей, который тыкает пальцем и говорит, ты не так делаешь, ты делаешь так и так, и он возлагает на тебя вес, и он не приходит тебе помогать с тем весом, который он тебе помог. Есть фарисей, которые возлагают на тебя груз на твою спину, и он тебе не помогает. Он хочет, чтобы ты сделал работу, и он получил уважение, доверие. И Янай говорит, 60-70 лет до рождения Иешуа, он говорит, жена, не бойся фарисеев, бойся от тех, которые называют себя фарисеев, но они апокритес, лисамеры. От них надо быть осторожным, но не от всех фарисеев, не все одно и то же. И Иешуа зовет этих фарисеев и людей, которые дают, называют их лицемеры. Но нам он говорит в 3 стихе, а когда ты подаешь милость ценю, пусть никто об этом не знает, чтобы помощь твоя совершалась в тайне. И тогда твой отец, видящий все, что совершается тайно, вознаградит тебя. Мы должны давать скрыто. Бог видит все, Бог видит то, что мы делаем, и мы должны дать нашу праведность в тишине скрытости. В очень многих общинах мира не соблюдают заповеди Ишуа. Очень много есть обычаев, где есть собирают десятину. Есть один обычай, что есть большая корзина, которую приносят вперед, и люди стоят в очереди перед всей общиной положить свое пожертвование внутрь корзины, чтобы все видели, что ты пошел и положил что-то внутрь корзины. Ну, ясное дело, пастор первый, и его жена будет первая, кладет внутрь корзины. Это не очень сильно отличается от того, что фарисеи делали во времена Ишуа. Ишуа называет их лицемерами. Когда стоит такая коробка, я назло, специально не подхожу к такой корзине. Лучше бы люди думали, что я ненормальный, я не жертвую, чем пожертвовать, и чтобы подумали, вот тоже Иосиф кладет. Мне кажется, что это ошибка делать такие вещи, потому что Ишуа говорит, вы даете тайну. не перед всеми людьми, чтобы все знали, что вы даете, что вы кладете деньги в конверт, но давайте по секрету, почему Отец Небесный, Он видит все, что вы делаете, и Он дает вам воздаяние, благословение на то, что вы хорошее делаете от Него, и не получаете это от людей. Мы идем к следующему пункту, к молитве. Когда молишься, не веди себя как святоши. Они любят молиться в синагогах или стоя на перекрестке, чтобы все их видели. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду. Снова, сейчас не говорится о пожертвованиях, говорится о духовном делании, о молитве. Есть люди, которые хотят, чтобы все увидели, какой Он духовный, как они молятся, как они красиво молятся, и какой потрясающий талит у них, и какая у них красивая кипа у них на голове. И они стоят на улице, с выражением на лице. Святые молятся вслух красиво, говорят красивые слова. Люди смотрят, какой духовный человек, какой святой. Они не знают, святой ли он, или духовный. также не видят его сердце. Бог смотрит на сердце, он не смотрит на одежду, он не смотрит на слова, он смотрит на намерение человека, на сердце. И он взвешивает молитву не по словам, не по красивому талиту, он взвешивает молитву из того, что есть у человека в сердце. В иудеизме мы видим картину, как ее описывает Иешуа. В его время не все есть люди, которые молятся на улице. Я вижу, например, мусульман. Много лет назад в Израиле, когда рабочие мусульмане берут маленький коврик или даже кусок картонки, преклоняют колени, молятся внутри дома. В одиночку, один, два, не делают из этого представления. Но сейчас в мире мусульмане специально, назло, снаружи, по тротуару, на дороге, чтобы все увидели, что они мусульмане, что они сильные, и что им безразлично, молятся пять молитв в течение дня. Утром, днем, после дня, вечером и ночью. И этот вопрос очень важен то, что важно, то, что Ишуа говорит. Нет, не молитесь так, как все. Не молитесь как те, которые молятся на улице, на рынке, для того, чтобы им сказали, ух ты, какие люди эти святые, какие они важны, они молятся так много и так красиво. И тогда Ишуа приходит обучить нас, как молиться. И он говорит ученикам, не молитесь с многими словами на улицах, в синагогах, так, чтобы все обращали на вас внимание, что все сущности прославляли вас. Молитесь в тишине внутри, в вашей тайной комнате, чтобы люди не увидели, как вы делаете, но чтобы Бог знал, как вы молитесь из вашего сердца. Мы вернемся к этим вещам на следующем уроке. Благословения вам и продолжайте учить. .